В этом году русскому писателю и автору сказки «Аленький цветочек» Сергею Тимофеевичу Аксакову исполняется 230 лет. В честь этой памятной даты Аксаковский комитет Самарской области решил проехаться по Золотому кольцу Аксаковского Поволжья. Они посетили сел и деревни, где жили захоронены Аксаковы. Мы проехали дорогами, которыми пользовались Аксаковы и перемещались из Уфы на территорию Самарской губернии, в село Аксаково-Богорусланское. В том числе мы посетили то место, куда больше всего стремилось Александр Селонов, это село Бабинцево. Еще мы посетили, значит, в Оренбургской губернии несколько мест, связанных тоже, кстати, с Аксаковыми. Одной из участниц экспедиции стал Александр Крепинска, потомок дворянского рода Аксаковых. Жительница Чехии всегда знала, что она состоит в родстве с русским писателем. Но только три года назад нашла связующую нить. Ее предки до Великой Отечественной войны жили в Самаре. Сохранились фотографии, на которых еще ребенком запечатлена ее бабушка. Во время Второй мировой войны все родственники из Самары уехали во Владивосток, а потом в Чехию. Спустя много десятков лет Александр приехал на родину своих предков и увидел родовые места. Я, конечно, должна оценить все, что тут в рамках Аксаковского движения было сделано, потому что реставрировать старые места, это, наверное, трудно. И такой энтузиазм огромный, который виден, это тоже меня поражает. Проводником по Аксаковским местам стал потом и кучера, служившего у писателя, Анатолий Кельдешов. Он побывал во всех селах и деревнях, о которых и знал по рассказам своих родственников. По книгам Сергея Тимофеевича создал путеводитель, с помощью которого можно совершить поездку по знакомым местам рода Аксаковых. Здесь все то же, что у Аксакова, только сейчас, скажем так. Вот как Аксаков описывал, какие места в этих местах мы побывали, сфотографировали, накопили какой-то материал, сравнили, проанализировали. Чтобы современный читатель посмотрел на всю ту природу, все то, что описывал Аксаков, как бы аксаковскими глазами. В 2027 году Аксаковскому роду будет тысячи лет. К этой дате Аксаковский комитет Самарской области планирует создать музей, посвященный творчеству русского писателя. В планах и открытие музей-заповедника в селе Страхово Самарского региона, где в прошлом году провели раскопки и нашли захоронение Самарского и Упимского губернатора Григория Аксакова, сына писателя. Никита Колосов, Григорий Пешаков, События.